С вами канал Учебник Слух. География, 9 класс. Тема урока «Западная Сибирь. Общие сведения». На физической карте нашей страны отчетливо видно зеленое пятно между Уральскими горами и горами Сибири. Это огромная западно-сибирская равнина. Она является одной из крупнейших низменностей планеты. Больше ее по площади только амазонская низменность. И по рельефу поверхности совершенно не похожа на окружающие ее территории. Но западно-сибирский регион – это не только западно-сибирская равнина. В его составе также часть гор, входящих в состав другого крупного природного района – пояса гор в Южной Сибири. Среди этих территорий – Алтай и предгорья Саян. Регион образуют Кемеровская, Новосибирская, Томская, Тюменская и Омская области. Алтайский край и Республика Алтай. В состав Тюменской области входят еще два автономных округа – Ханты-Мансийский, Югра и Ямало-Ненецкий. Площадь региона – почти 2,5 миллиона квадратных километров. Это примерно равно суммарной площади всех регионов европейской части России, кроме Европейского Севера. Западно-сибирский регион занимает примерно 15% площади страны. Казалось бы, строение такого сурового края, как Сибирь, должно было начинаться с южных его районов. Но все было наоборот. До Западной Сибири оказалось проще добраться морем, поэтому первые поселения появились еще в XV веке. В самой северной части района, на полуострове Ямал и в устье реки Тасс. Век спустя, после военной экспедиции Ермака, стали осваиваться более южные земли. Все первые города стояли на реках, ведь только по рекам можно было относительно легко преодолевать тундровые и таежные пространства, к тому же сильно заболоченные. Основной целью освоения этих негостеприимных краев была пушнина, которую тогда называли «мягкой рухлядью». Гарнизоны казаков, вставших на реках во строгах, занимались прежде всего сбором ясака, то есть дани, которую платили северные народы в царскую казну. Платился ясак не деньгами, а ценным мехом. Следующий этап освоения Западной Сибири начался в XVIII веке, после того, как в состав России вошла южная степная полоса Сибири. Эти территории отличались высоким плодородием почв, теплым летом. Это вызвало приток переселенцев в регион, а в стране появился новый продукт с непривычным названием – сибирский хлеб. Зерно надолго стало главным продуктом, который давала стране Сибирь. Чуть позже, но все в том же XVIII веке, в Западной Сибири были построены первые металлургические заводы. С этого начинается освоение горной части Западной Сибири. Новым центром металлургии стал Барнаул. Кстати, именно тогда, в конце XVIII века, в Барнауле механик Иван Ползунов придумал и построил первую в России паровую машину. Машина Ползунова в его проекте 1763 года предназначалась для подачи воздуха в плавильные печи воздуходувными мехами. Указом Кабинета министров от 19 ноября 1763 года императрица пожаловала изобретателя в механикусы с чином и званием инженерного капитан-поручика. Новым толчком к дальнейшему развитию района стало строительство Транссибирской магистрали «Челябинск-Пладивосток», которая связала быстрым и надежным транспортом в юг Западной Сибири с западными районами страны. Это вызвало новый приток жителей как в города, так и в сельские районы, через которые прошла железная дорога. В советское время начавшееся ранее промышленное развитие района было связано с созданием крупного промышленного узла в Кузбассе. Западная Сибирь вместе с Уралом становится одной из основных металлургических баз страны и крупнейшим производителем угля. А в 70-е годы XX века Западная Сибирь становится главной нефтегазовой базой страны. Именно благодаря западно-сибирской нефти и газу Россия занимает лидирующее место среди мировых лидеров по производству этих видов топлива. Западная Сибирь занимает транзитное положение между европейской и азиатской частями страны. По пересекающим Западную Сибирь железным дорогам транзитные грузы идут в обоих направлениях. С юга Западная Сибирь граничит еще и с Казахстаном, входившим прежде в состав СССР. При распаде страны возник значительный отток русскоязычного населения из Казахстана в прилегающие районы Западной Сибири. Однако этот миграционный процесс сейчас практически прекратился. В настоящее время отношения между Россией и Казахстаном хорошие, так что соседское положение с этой страной также можно считать благоприятным. Соседями Западной Сибири являются также Китай и Монголия. Западная Сибирь расположена на тех же широтах, что и европейская часть страны, но на большем расстоянии от Атлантики. Отсюда далеко и до Тихого океана. Регион удален от смягчающих климат океанов. Это и делает суровыми условия жизни на большей его части. В пределах Западно-Сибирского региона четко выделяют две территории – равнинную и горную. При этом абсолютно большую долю занимает равнина. Плоская поверхность равнины сложена мощной толщей осадочных горных пород морского происхождения. Ведь на протяжении многих миллионов лет эта территория была дном теплого моря. Горная часть представляет собой древние, в прошлом разрушенные, но в последующее время вновь приподнятые горы. Основная часть территории расположена в умеренных широтах. Лишь северные полуострова находятся за полярным кругом. Огромная протяженность с севера на юг, более 2000 километров, приводит к большим температурным различиям в разных районах Западной Сибири. Южные ее районы получают в два раза больше тепла по сравнению с северными. Почти все реки и озера западно-сибирской равнины относятся к бассейну Аби. По площади Обский бассейн относится к числу крупнейших речных бассейнов планеты. Ровный пониженный рельеф и избыточное увлажнение способствуют широкому распространению болот. На большей части региона распространены низинные болота, сильно затрудняющие его освоение. При однообразном рельефе местности широтная зональность на территории Западной Сибири выражена очень хорошо. С севера на юг природные зоны последовательно сменяют друг друга, начиная с зоны тундры и заканчивая зоной степей. Повторим главное. Западная Сибирь делится на равнинную и горную части. Равнинная часть – западно-сибирская равнина, а горная – Алтай и предгорья Саян. Это третий по площади регион страны. В его составе Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Западная Сибирь занимает транзитное положение между европейской и азиатской частями страны.